приехали мы в канадский кост сейчас мы посмотрим шуши не там продают очень интересно так это вначале так такое у нас есть я видела но бритвы и ресурсы но подогнал робота такого нет походим телевизор и также также лаптопы а музыка так ну-ка что у нас тут из одежды на 16 16 долларов канадских что это такое детские рубашки что-то еще штаны 20 долларов такие хорошие штаны то ой где-то фунтов 15 наверное интересно так бы сейчас приехать назад посмотреть у нас такой ассортимент или нет так и шорты 17 шорты 17 долларов мягкие за ручки длине а я длинненькие люблю так это у нас разворачивать не буду футболки 13 долларов пижамы пижамы пижаму такая 27 долларов ничего интересна хорошие качество хорошим а то мы катона детская даже с америка это можно сравнить будет титлак . детский ну ладно и понятны детские пума 25 долларов такая маечка такая тут булочка девятого вот такие канадские военные и че он канадский военный? ну и жирный такой а у нас нет? не такие? нет я же не могу его снимать ну а какой солдатик толстенький так, ну что здесь? ну и Ваня торопится если чего не ходить в США походим вон шкурки какие а вот там там сама тоже жизнь полиция и даже эти маячки эти проблесковые внутри под стеклом на крыше нет ну это да рыбу с фото сзади зеленый разводный мост да? когда яхты очень-очень экзотическое кстати озеро вот этот поезд вот здесь можно ездить кататься на поезде из Сын Томаса сюда идет как прогулочный старинно видно правда ни разу не ездили ну какие твои годы сейчас на пенсии поедешь да мне ж до пенсии же ну и работать же не пойдешь ну не знаю время то будет я про время про время говорю на хрена тебе директором ох как я что-то и народу нету никого на работе все у меня здесь летом грузуются толпа такая уменьшилось количество отдыхающих гуляющих праздно шатающихся после ковида после ковида на этот на Кенеда Дэй фейерверк делают на дозерах о какой бибико стоял домовичку на острове небо вот во Флориде тоже такое все макрель 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 вот оно это опять оно или другое да это тоже маленький литл бич а это большой а озеро одно одно это ну ясно офигеть пляжи как мексиканский залив нисколько не меньше что пойдем пройдемся или а машину деньги надо платить ну там по-моему не надо платить на улице что там вода 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 вот этот вот причал вот он видите выходит выступает в озеро пирс да женщина доктор у нее родственников нет не было что-то такое она завещала деньги после смерти городу они на эти деньги это благоустраивает это все так что не будем вот на улице вот там по-моему бесплатно можно встать паркинг пейхер нет вот на улице а это относится вот к этому магазину паркинг ну да скорее всего пляжу вот здесь вот на улице можно бесплатно нет никакой вывески просто два часа максимум можно стоять да становимся я откуда знаю никто не хочет кроме тебя ты входим и посиди можно то есть никто не хочет нет Ир хочешь ты не знаю ты хочешь я же все поехали домой я уже была здесь я просто на этаже да все смотрите какая да провези вон еще вдоль домов там каких вон техсеров что ли пусть посмотрят новые дома может что присмотрят вот это вот это все сдается в рент чем здесь плохо такая вот вот такой вот дом может быть рядом стоять с непонятно с хорошим домом новым новым угу продавали ну что на них пустые все ну это это наверно только какие занятые а в ренту остальные все да это наверно отели вот тут вообще понастроили все все застраивается очень много строительства везде так народ растет свеженькое все деревца маленькие еще да домой дороже вон да здесь угу ну да тут же этот курортное место ну наверное курортное да за пляжи все отдыхающих пытаются сдать продать ну тоже флаги везде стекла видеваются угу реаксус что же думаешь сейчас уходят на пляж угу продавать боговинниками новый да это дороже первой линии возле пляжа получается вообще купить а тут отель поставить на этом месте здесь не так просто если ты купил дом это не значит что там лучше отель построить нет нет потому что отель это коммерческая недвижимость чтобы землю привезти из такой в коммерческую это еще вопрос дадут тебе привезти нет а у вас тоже наверняка так что этот районы только residential или только commercial или смешанные да да мы что-то не интересовались и не знаем даже там есть такие которые мне кажется там земли там мало продается есть это само вот в лист дом есть да ты его покупаешь там на 99 лет 999 лет да вот вот там есть ограничение что ты не можешь там строить магазин кто тебе лист дал но перевести его в магазин допустим не можешь и этот у нас там мужик писал где-то короче он на на карбусейле он купил сертификат назад что ли сертификат уточка а короче что это улица принадлежит ему владелец такой то такой то такой то значит да вот но дата у него кончалась там допустим в 54 году и такое старая бумага такая верховая он купил его там на стенке висел сертификат а он как раз почему снимал это на этой улице он жил ему там за деньгами или как он говорит я не буду тебе платить он говорит я всю улицу купил ты вообще у меня в суд пойдешь как это ты купил вот сертификат вот видишь он так поднимает его держит а рукой пальцем дату держит он читает он офигел там написано вот все право собственность все переходит а потом вот ну потом значит выясняется туда-сюда он никаких коммерческих магазинов только частные дома должны быть а у тебя говорит магазин внизу ты торгуешь так я говорю так и купил а он говорит это твои проблемы вот кто тебе продал он говорит узнал про этот сертификат и говорит быстренько тебе скинул ну и короче его там пошугал маленечко там поражали он конечно испугался начал бегать искать может он там построить этот магазин держать магазин или нет там вот там есть такие да вот в этих бумагах вот на лист что ты не имеешь права а там уже кучу их переделали там говорят если их сейчас копнуть и начать это делать там говорят кучу народу пострадает в магазинах в магазинах зашли в кафе мороженое и первый раз я вижу без сахара мороженое здесь класс отлично вот это да супер хожу и возмущаюсь и говорю почему же нет этого без сахара мороженого даже со стивией брала в Греции мороженое и оказалось тут есть ура ура сейчас буду пробовать и ура и а никто не заметил что очень сладко не показалось вообще в Греции так марина жарит канадский стейк а это газовая да да а проволоку зачем ты туда а это градусник у тебя интересно меня мужики жарят у серёжи у серёжи это поговорка кавказская да и женщины мясо и она его испортит ну и ради бога я не против а пусть у нас ваня ну он может умеет готовить ну понятно приходит лучше поесть сразу да а это чего а это горелка если там воды кипятить творить целая кухня сколько по времени она жарится три минуты три минуты а закрывать обязательно как бы крышку на сковородке выглядит конечно очень и очень а пахнет запах вообще обалденный слышала marine вот вот так помоги марине она первый раз он специалист пусть сами разбираются короче как он говорит стейк через 10-15 минут после того как они положили этот коньяк это мясо на на жировню они горят шашлык готов приехали мы в аэропорт вот наши уже уезжают привезли нас на машине прощались куда не придешь и счастливо осторожно обратно потихоньку все забыла заблокировал их стал аэропорт торонто и мы отсюда летим во флориду ран ранее ранее утро 6 утра самолет у нас через два часа и уже такой трафик такой бизяк бизи бизи все прощаются но надеюсь мы встретимся уже не будет таких долгих перерывов ждем посадку уже через полчаса будет все в канадских листьях везде символик и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok